В Самаре участниками национального фестиваля стали молодожены. У них разные языки, культуры и религия. Свадьбу они отметили в соответствии с традициями и обрядами своих народов. Всего в этот день семейные отношения в области зарегистрировали 220 пар. Национальный колорит оценила Татьяна Пудова. Ни стандартных смокингов, ни белых платьев, юбиляры семейной жизни в этнических подвенечных нарядах. Их не расстраивают ни дождь, ни ветер, ведь важнее всего погода в доме. Любовь и Сергей Максимовы отмечают коралловую свадьбу. Признание в любви и тогда, и сейчас звучит на родном чувашском языке. Люба, Эб сана Юрадам. Эбе тоже сана Юрадам. У Лидии и Евгении Коротковых свадьба была обычная. Спустя годы решили отметить юбилей с мордовским колоритом. Я его увидела. У меня работал в заводе тогда в охране. Он выезжал. Я его увидела, у него глаза были голубые, голубые. Мне это так понравилось. Думаю, ой, такой хороший мальчик. Наверное, мой. Юбиляры семейной жизни оставляют подписи в книге почетных гостей и рассказывают новоиспеченным женам и мужьям о традициях народов Поволжья. Руководитель управления ЗАГС Самарской области передала поздравительную телеграмму от губернатора. Сегодняшнее мероприятие как раз является примером, когда мы показываем тем людям, которые только вступили в брак, сегодня параллельно идут на нескольких площадках регистрации заключения брака. Здесь также идут чествования юбиляров супружеской жизни. В этот день для молодоженов многое в диковинку, однако современные невесты отдают предпочтение белым платьям. Лучше традиционно. Мы придерживаемся традиций. Если какой-то день рождения, то, я думаю, можно было, а на свадьбу как бы нет. Все 220 свадеб, несмотря на разные традиции, закончились одинаково. Молодые скрепили свой союз поцелуем. Татьяна Пудова, Александр Дудко. Новости губернии.